В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Новый проект генерального плана Одессы с учетом замечаний и дополнений сессия Горсовета может принять уже в сентябре. Городские чиновники похвастались тем, как частный инвестор ведет подготовительные работы перед возведением баскетбольной арены к Евробаскету 2015. Одесский национальный университет имени Мечникова лидирует по количеству поданных заявлений абитуриентов. Тага де Кры и Эсперанто. День создания Эсперанто. Генеральный план развития Одессы сессия Городского совета может утвердить уже в сентябре. На встрече городского головы с представителями Согласительной комиссии по доработке плана намечено завершить подготовительную работу в ближайшее время. На встрече обсуждались предварительные итоги месячной работы Согласительной комиссии. Замечания от одесситов продолжают поступать. Для их обработки времени остается совсем немного. У меня есть все основания сказать о том, что мы должны уложиться за две недели и подвести итоговое заседание комиссии для того, чтобы сформировать задание на доработку в Киев и, естественно, приложить все усилия для того, чтобы внести соответствующие изменения в генеральный план, которые мы постараемся, естественно, будем стараться все эти силами вывести на сентябрьскую сессию Городского совета. Большинство Согласительной комиссии составляют представители общественности. Им удалось отстоять прибрежные склоны и парки, предотвратить сокращение линий электротранспорта, защитить гаражные кооперативы и многое другое. По каждому вопросу приходилось спорить, преодолевая сопротивление чиновников Управления архитектуры и градостроительства. Одна из проблем – гласность решений, доступность документов генерального плана населению. Очень бы хотелось, чтобы результаты доработки уже публиковались на сайте Города, хотя бы, чтобы мы могли их проверять, потому что мы не убеждены, что решения, принятые Согласительной комиссией, являющиеся обязательными, будут в итоге. Вот не убеждены, мы не убеждены, мы не очень доверяем. И Алексей Костусев, и Владимир Колокольников были вынуждены согласиться с этим предложением. Пользуясь присутствием журналистов, отец города попытался хоть как-то реабилитироваться после скандальной сессии Горсовета, где продали пассаж и часть межрейсовой базы моряков. Мэр сыграл роль защитника интересов одесситов. Парка «Дружба» должна остаться паркой «Дружба». И вы запишите, пожалуйста, этот генплан, потому что там уже изменили назначение. Межрейсовая база моряков должна остаться в силеной зоне, и там не может быть никакой застройки, ни коттеджей, никаких дорог. Если вспомнить, как и какие решения принимают городские депутаты, нет уверенности в том, что усовершенствованный вариант генерального плана сессия утвердит. Он идет вразрез с интересами местных олигархов. А наша власть, как известно, тесно связана с бизнесом. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Городская власть решила провести пресс-тур по заводу «Одесс-Сельмаш», на территории которого в скором времени, возможно, будет возводиться главная баскетбольная арена города. Строительство такого спорткомплекса – одно из условий для участия Одессы в Евробаскете-2015. Зачем городские чиновники решили похвастаться тем, что частный инвестор ведет подготовительные работы перед масштабным возведением арены – непонятно. Как неясна сама цель этого мероприятия? По крайней мере, журналисты так и не выяснили, для чего их пригласили на территорию предприятия. И снова Евробаскет-2015. В этот раз о соревновании вспомнили в связи со строительством новой баскетбольной арены на территории завода «Одесс-Сельмаш». Городская власть решила провести экскурсию на месте будущего строительства. Две грузовые машины уже ждали операторов и фотокоров, чтобы попозировать перед объективами. Причем транспорт ждал работников СМИ совсем с другой стороны от проводимых работ. После все уже сместились непосредственно в зону, где будет возводиться спортивный комплекс. Заместитель городского головы гордо отрапортовала о достижениях подготовки к чемпионату. По оценке представителей государственного агентства, Одесса получила достаточно высокую оценку, потому что все работы, которые были запланированы, которые были необходимы для подготовки процесса и для его начала, проведены вовремя, качественно и в срок. И здесь необходимо отметить очень слаженную работу и города, и области. Что имела в виду Елена Павлова, непонятно. Возможно, речь шла о том, что горсовет подарил частным лицам аэропорт, и на котором только недавно со скрипом началось строительство нового терминала. Ну да ладно, пусть этот подарок останется на совести депутатов и городского головы. Вернемся к Одесс-Сельмашу. За что же похвалили мэрию Костусева? На этот период были запланированы работы по демонтажу тех строений, которые в первую очередь подлежали уничтожению и освобождению территорий. Работы ведутся, работы оканчиваются, поэтому вот этот этап, он идет своей чередой. Опять же, непонятно, при чем тут городская власть? Работы по подготовке к строительству ведутся частным инвесторам. Да и руководство предприятия уже готово отдать землю все тому же инвестору. Подготовлены абсолютно все документы, которые позволяют нам передать этот участок компании «ЮБЛ». То есть эти вопросы все сняты с повестки дня. После всего увиденного у журналистов остался один вопрос. Для чего был организован этот пресс-тур на месте будущей баскетбольной арены? Ответ один. Городская власть опять решила попиариться. Причем на том, к чему в данной ситуации практически не имеет никакого отношения. Ведь проектом занимается частная компания и все делает за свой счет. Вадим Тютюкин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Инспекции Костусева и прокуратуры на побережье Лузановки ни к чему не привели. Торговые точки заполонили буквально каждый квадратный метр пляжа. Напомним, в конце весны тут несколько раз появлялся городской голова, ставил задачи, потом проверял их выполнение. Опять же, в мае прокуратура тоже устраивала показательные сносы будок в гидропарке «Лузановка». Но с началом курортного сезона, похоже, главная задача – выжать как можно больше денег с предпринимателей. Как по белому, так и по черному. Вот, например, на месте снесенных прокуратурой будок появились летние кафе и палатка с пляжными аксессуарами. Похоже, что фактическое и реальное руководство коммунального предприятия «Гидропарк Лузановка» плевало как на Костусева, так и на прокуратуру. За последний год директора данного предприятия уже дважды ловили на взятках за установку торговых точек на пляже. И почти сразу же тихо отпускали. В той же мэрии говорят, что полный пакет документов есть только в трех заведениях на берегу Лузановки. Но на камеру сказать это почему-то стесняются. Глядя на происходящее, становится понятно, что никто ни с кем бороться не собирается. А демонтаж пары-тройки неугодных объектов – просто показательное выступление для личного пиара. Понимают это как одесситы, так и гости города. Костусев, вы думаете, он вояка? Он только кувалдой может работать. На набережной новой, да, там понравилось. Здесь я уже езжу, вот здесь вообще в Одессе с 71-го года. И всегда езжу сюда к маме. Но я не вижу больших изменений на Лузановке. Там видно, здесь нет. Желательно, чтобы их не было вообще. Ни баром, ни рестораном. Море должно быть чистое, все. А вот это что творится. Часть парка Шевченко заполонили аттракционы и лотки с фастфудом. Они стоят прямо на зеленой зоне, занимая весомую часть парка. Посетители пользуются их услугами на свой страх и риск. Ведь документов на аттракционы в свободном доступе нет. А торговцы едой не задумываются о сохранности продуктов. Возле парка развлечений находится большое количество торговцев едой. В летнюю жару о сохранности продуктов не беспокоятся и просто держат их под прилавком. Большинство аттракционов при себе документов не имеет. Обслуживающий персонал, завидев съемочную группу, тут же испаряется, оставив аттракционы в одиночестве. Так что об уровне безопасности данных увеселительных установок можно лишь догадываться. Большинство из них установлены на зеленой зоне. Там же паркуются и машины. Куда смотрят горзелинтресты и экологическая милиция, остается загадкой. Одесский государственный университет внутренних дел отметил выпуск магистров научно-учебного института финансовой экономической безопасности и права. Одесский университет находится в десятке лучших вузов по подготовке правоведов и занимает первое место среди профильных учебных заведений. Поэтому подготовка будущих юристов проводится на высшем уровне. Научно-учебный институт финансовой экономической безопасности и права проводит подготовку специалистов не только в области права, но и экспертов в области управления информацией. Помимо правового образования, студенты обучаются мастерству информационного анализа и управления информацией. Первое напутственное слово уже не студентам, а коллегам сказал ректор университета. Мне приятно отметить, что на центр занятости на сегодняшний день ни одного выпускника Одесского государственного университета внутренних дел нет, не зарегистрировано. То есть все выпускники Одесского университета внутренних дел истребованы, все они нужны как в народном хозяйстве, так и в силовых ведомств нашего государства. В Одесском государственном университете внутренних дел имеется возможность продолжить образование и получить степень кандидата и доктора наук. Директор института Александр Долженков сказал ребятам напутственное слово, чтобы будущие специалисты понимали, большая сила – это большая ответственность. На моей памяти это уже где-то 26 или 27 выпуск. И каждый раз какой-то элемент грусти чувствуется. Последними словами студенческого гимна, который мы будем помнить всю жизнь, я его помню. Гауде Амус. Виват Академия, виват профессора. Выпускники получили возможность работать в государственных и частных структурах на самых интересных и ответственных должностях. Будущие юристы обещают воплотить в жизнь возложенные на них надежды. За все это время мы где-то ссорились, где-то ругались, переживали друг за друга, помогали, радовались. И все это только скрепило нас. Мы стали одной большой дружной семьей. Одесский университет внутренних дел, помимо отличной теоретической подготовки, учит ребят самому главному – слаженной работе в коллективе, достижению высоких результатов и ответственному отношению к любому делу. С этими принципами выпускники и вступят в будущую профессиональную жизнь. Денис Соколов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Вступительная кампания в высшие учебные заведения приближается к концу. По данным Управления образования областной государственной администрации, в этом году одесские вузы приняли гораздо больше заявлений, чем в прошлом. Определились и лидеры среди учебных заведений. На 25 июля в высшие учебные заведения Одессы подано более 72 тысяч заявлений. На 6 тысяч больше прошлогоднего. Пятерка наиболее популярных вузов города выглядит так. Более 5 тысяч заявлений поступило в медицинский университет. По 6 тысяч набрали юридическая академия и экономический университет. В политехнический подалось 10 тысяч выпускников. А передил в Сех, один из старейших вузов не только Украины, но и бывшего союза, национальный университет имени Мечникова. На сегодняшний момент у нас подано бакалаврами, то есть желающим идти на ОКР бакалавра на первый курс, порядка 14 тысяч заявлений. В сравнении с прошлым годом это действительно серьезная разница, потому что на окончании приема в прошлом году, на 31 июля, было подано у нас бакалаврами 8 тысяч заявлений. Если к этому добавить тех, кто будет получать квалификацию специалиста и магистра, количество абитуриентов увеличивается до 18 тысяч. Университет имени Мечникова готовит кадры по 48 специальностям. Среди них традиционные, классические и сравнительно молодые, связанные с последними достижениями в области естественных наук. Наш вуз входит в пятерку вузов по Украине. Так, причем это оценки не только наших украинских исследовательских центров, но и показатели независимых западных аналитиков. Диплом Одесского национального университета признается за рубежом. Мы взаимодействуем более чем со 170 различными университетами мира. Так работают всякого разного рода программы, гранты получаем. В этом году прием заявлений проходит без обычного ажиотажа. Очереди были только в первые дни. Введена система электронной регистрации заявлений. Но поступить и окончить только половина дела. Предстоит еще найти работу по профессии. Государственное распределение охватывает не всех. Поэтому, выбирая профессию, нужно заранее думать, куда идти потом. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУГ. Продолжая цикл наших сюжетов о музеях города Одессы, на этот раз мы хотим рассказать о пусть небольшом, но очень душевном мемориальном музее Константина Георгиевича Паустовского. Находится он выше Лонжерона на тихой улочке Черноморской. Именно здесь более двух лет жил, работал журналистом и писал свои бессмертные произведения великий советский, а по сути и одесский писатель Константин Паустовский. Этот музей был создан 15 лет назад литературным обществом Мир Паустовского при поддержке городских властей. За это время его посетили тысячи одесситов и гостей города, почитателей таланта писателя. Этот музей размером всего в две комнаты дает возможность полностью окунуться в мир быта писателя. Работники музея гордятся экспонатами, которыми лично пользовался Константин Георгиевич. Здесь и удочки писателя, с которыми он ходил на рыбалку в селе Санжейка Одесской области, и морские принадлежности, взятые из реальной корабельной радиорубки, печатная машинка, печка, румынка писателя и даже дворовая клумба с любимыми цветами автора. Наш музей – это центр, центр – это фериал Одесского литературного музея и центр исследования, изучения, творчества и жизни Константина Георгиевича Паустовского. Это мемориальный музей по месту нахождения на прекрасной улице Черноморской. Вот почему с помощью, конечно, и городских властей здесь основан и сквер имени писателя, и установлена памятная доска, и духовенство тоже приложило усилия для сохранности этого поистине духовного места нашего города. Константин Паустовский трижды приезжал в Одессу, впервые в 10-летнем возрасте увидел здесь море и более двух лет прожил в доме по адресу улицы Черноморская, 6. За это время он познакомился с Верой Инбер, Эдуардом Багритским, Исааком Бабелем. Именно в Одессе он проявил себя как профессиональный журналист. Работая с собственным корреспондентом газеты «Моряк», он объездил весь юг Украины, побережье Черного моря и впоследствии переселился на Кавказ. В музее собраны все произведения Константина Паустовского, большинство из которых неоднократно переиздавались и переведены на десяток языков мира. И неспроста к нам приезжают иностранцы, они приезжают, чтобы прочитать Паустовского на их языке и прочитать именно на этой улице. Они с таким пафосом читают и даже в другой раз поправляют нас, чтобы мы где-то в экскурсии неправильно какую-то мысль им преподносим. Особую гордость экспозиции музея составляют первые издания повести «Время больших ожиданий», в которой писатель досконально описал тот этап своей жизни, который провел в Одессе, а также оригиналы рукописи и дневников автора. В музее найдут для себя что-то интересное люди всех возрастов. Малышей школьников заинтересуют рабочие аппараты радиорубки, макеты корабля и бытовых приборов. Людей старше – творчество и история жизни писателя. Мне понравился морской сигнал «СОС», бинокль, макет корабля. Он хотел стать моряком. У него здесь есть морские книги, истории, как он в Первой мировой войне проводил. В музее смогут погрузиться в мир Константина Паустовского и люди с ограниченными физическими возможностями. В наличии есть книги автора, написанные шрифтом Брайля, а также произведения в виде аудиокниг. Одесситы и гости города смогут насладиться чтением книг выдающегося писателя во дворике музея. 26 июля 1887 года в Варшаве появилась небольшая брошюра на русском языке «Международный язык. Предисловие и полный учебник». Автор, польский окулист Людвиг Заменгов скрылся под псевдонимом «Доктор Эсперанто». С нового языка это переводилось как «Надеющийся». Новый язык сразу обрел популярность. Его приверженцами были Лев Толстой, Максим Горький, Иван Мичурин. В Одессе же состоялся первый кружок по изучению эсперанто. И здесь же установлен единственный в мире памятник доктору «Надеющемуся». Внушительный бюст установлен в самом начале Дерибасовской, во дворе дома номер 3. Именно здесь жил автор из вояния, скульптор Николай Блажков. Заказчики и поляки за бюстом не приехали. В итоге бюст стоял на крышке колодца. Интересующимся скульптор объяснял «Это вообще бюст моего отца, и стоит он здесь, чтобы дети в колодец не падали». И только в 1959 году, когда по решению ЮНЕСКО широко отмечалось столетие со дня рождения Заменгофа, бюст получил официальную прописку в этом одесском дворике. Жители которого, кстати, о докторе, его творении и памятнике могут поведать не хуже экскурсовода и заядлых эсперантистов. Он имеет мировое значение. Сюда приходят с возложением венков очень частые экскурсии. Это американцы, немцы. То есть действительно еще существует в городе Рамстердам, по-моему, институт эсперантистов. Их действительно очень много. И вот я же говорю еще раз, вот спрашивают, почему у него звездочка. Это знак эсперантистов, но не знак масонов. Среди знаменитых одесситов, которые знают об эсперанте не понаслышке, можно вспомнить интеллектуала Бориса Бурду. К нам часто приходит Бурда. И вот он один из первых, вот он часто приходит сюда, вот он один из первых, чтобы вы понимали, вот была передача много-много лет назад, что, где, когда. Вел ее тогда еще Ворошилов. И он один из первых, естественно, ответил, где находится скульптура эсперанте, вот этого польского врача Людвига Заменгофа. Когда мы вышли на улицу задать людям вопрос, что они знают об эсперанте, то думали, вряд ли от кого-то что-то добьемся. Как оказалось, зря. Ну, он, наверное, пытался создать общий язык, на котором могли бы говорить все. Ну, к сожалению, нет, не слышала. Я думаю, это была странная идея, от начала и до конца. Я думаю, это было в 20 веке, кто-то решил создать язык международного общения, эсперанте. Сейчас, по разным подсчетам, на эсперанте говорят от 100 тысяч до 2 миллионов человек. Доктору Заменгофу свою мечту осуществить не удалось. Эсперанте не стал международным языком, его вытеснил английский. Но идея создания искусственных языков прижилась. Можно вспомнить хотя бы эльфийские языки, созданные Джоном Рональдом Толкиеном, и клингонский язык, созданный лингвистом Марком Окрандом для вселенной культового сериала «Звездный путь». Наверное, не такая уж это была и провальная идея эсперанта, который живет и сейчас, и неплохо себя чувствует. Анатолий Козин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру 34-00-76. Всего наилучшего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова